Разрешить нельзя запретить. Когда же мы услышим именно такую артикуляцию из Вашингтона, из Белого дома, из администрации Байдена еще? Надеемся, ведь время более чем важно для нас, особенно в том, что касается защиты наших мирных городов, которые Россия без устали бомбит со своей территории. А в этом ключе и разрешение нам бить поглубже, но не по мирным, как Россия, а по законным военным целям агрессора, атакамсами, штурмшедоуз и скальп-ичи. Будет ли все это, что мы делаем сейчас в Соединенных Штатах Америки и услышим ли мы и увидим новую стратегию от новых лиц, которые претендуют на опост главы американского государства, будем обсуждать прямо сейчас, традиционно, еженедельно. Ирина Узлова, я и вместе со мной Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконсин. Юрий, здравствуйте. Приветствую вас, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Американской некоммерческой организации «Люнию демокрассии инициатив». Уриэль, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте. Что ж, мы видим, что нас рады видеть в Соединенных Штатах Америки. Министр обороны Украины Рустем Умеров там, глава офиса президента Украины Андрей Ермак там, все там. Вице-премьер Юлия Свериденко также присутствует. Целая большая делегация привезли вместе с собой. Мы список тех законных военных объектов, которые на территории страны-агрессора неплохо было бы подбить атакамсами, «Штормшайдоус» и «Скальпиджи». Мы с вами это обсуждаем уже практически еженедельно. Но что мы сейчас должны понимать о том, будут ли не только прочитаны цели в этом списке, а и реализованы наши цели, которые мы хотим увидеть и реализовать по территории Российской Федерации при поддержке разрешения бит дальнобойным оружием там. Юрий, как видите вы? Я вижу, что здесь есть две такие почти что не соперекасающиеся реальности. Одна, в которой мы обсуждаем оружие, которое Украине нужно от Запада и атакамса и «Стормшайдоус». А с другой стороны, и как бы все вот эти вопросы, которые возникают по этому поводу, потому что мне кажется, что с точки зрения администрации такая озабоченность о том, чтобы ставить свою подпись под целями, которые могут быть ударены в России американским оружием, это ну как-то подписаться под этим. Я сомневаюсь, что администрация будет в этом заинтересована. Это как бы одна часть реальности, а с другой стороны, то, что у нас пишут как раз и «Драдж-репорт», и другие новостные ресурсы, агрегаторы и так далее, о том, что Украина наносит один из самых больших ударов по России сейчас дронами, и, кажется, никаких красных линий, видимо, нет, потому что раньше думали, что Россия будет противостоять атаке, вторжении на свою территорию ядерным ударам, а теперь мы видим, что этого не происходит, в то время как в Россию вливаются украинские войска. Поэтому такое ощущение, что в то время, как мы обсуждаем, или в Вашингтоне обсуждают атакамсы и встречаются делегации важных лиц, в это время Украина очень успешно ведет войну, но не на том уровне, на котором могла бы, если бы к этому еще добавить атакамсы и Storm Shadows. Да, конечно, могли бы мы и быстрее, и поэффективнее поражать цели противника на его территории. И, Уреич, что известно Вам о том, как сейчас воспринимают нашу делегацию в Соединенных Штатах Америки, особенно на фоне Курской спецоперации нашего имени, которую мы также обсуждали, да и на фоне того, что по московским уже нафтоперерабатывающим заводам успешно прилетают, да, пока не атакамсы, но наши дроны. Ну, воспринимают, конечно, позитивно. Проблема в том, что я не вижу, чтобы был огромный результат пока еще. Мы, как по-прежнему, все вам даем, но медленно и поздновато. Я вот только что, до этого прямого эфира, я вот старался найти, сколько из этих 60 миллиардов долларов, которые Конгресс вам дал, сколько из этих денег в реальности президент использовал. Эту цифру, честно, не очень легко найти. Я до сих пор на 100% не знаю, но, похоже, это слишком маленький процент. Мы все-таки даем вам сравнительно мало, несмотря на то, что Трамп может выиграть и стать следующим президентом. И тогда мы вообще можем переставать давать. Может быть, все-таки эти 60 миллиардов закончатся, но вряд ли будет еще следующий пакетж после этого. Значит, для меня ключевой вопрос – это не только, как мы вас воспринимаем, как в Вашингтоне разговоры идут. Я думаю, у меня сомнений нет, что вас будут воспринимать очень позитивно, все будут обниматься, все будут говорить, как вот Америка с вами стоит до конца. Проблема в том, что мы до сих пор не сказали, что такое этот конец, какой конец, до какого конца. И вот вы спрашиваете, что вот мы думаем про то, что вот эти дроны в Москве, в России, то, что войска проходят в Россию, и, похоже, там нет никаких красных линий. Но я до сих пор не вижу, чтобы Америка изменила свою стратегию с этой новой информацией. Мы не только не позволяем вас использовать наши attackoms, чтобы ударять по дальним targets, но мы еще не позволяем Англии вам позволить использовать storm shadow. Это Америка останавливает, не Англия. И я тут, я честно не понимаю. Я на эту тему говорил недавно с генералом Бен Ходжизом. И вот он очень, ну как вы, он часто выступает в украинских СМИ, но он говорит, что вот, ну, к сожалению, похоже, администрация до сих пор не поняла, в чем тут дело. И, конечно, это мы все понимаем, что Трамп был бы в сто раз хуже, потому что Трамп просто бы остановил, возможно. Но это не изменяет тот факт, что сегодняшняя администрация до сих пор делает слишком мало. И более того, они останавливают ваши способности ударять по русским oil refineries. И вот это очень интересно, потому что вот их аргумент, что они боятся, что это повысит цену. Я недавно говорил с другим членом Конгресса, который объяснял, что наоборот, если вы будете ударять по этим refineries, я извиняюсь, что я на русском не помню слово. Нефть и перерабатывающие заводы. Спасибо. Спасибо, Юрий. Так это наоборот, это может понизить цену, потому что это заставит Россию пересылать свою нефть. Она не сумеет перерабатывать эту нефть в России, значит, она должна будет высылать эту нефть за границу. И, значит, это наоборот может понизить глобальные цены нефти. И, значит, я не совсем понимаю логику, почему мы вас останавливаем. И вот я в открытую говорю, я не знаю, что будет. Мне тяжело предвидеть. Я вот последние несколько недель всегда говорил, что я считаю, что это изменится и что Байден все-таки поймет. Но я последние 2-3 недели все-таки сдвига никакого не вижу. Может быть, в сентябре, в октябре начнется какой-то сдвиг, когда наконец-то Байден поймет, что все-таки приближаются к времени выборов и что ему надо что-то подвинуть и показать, что там есть какой-то серьезный сдвиг в Европе. Но пока я, к сожалению, не вижу доказательства, что это случается. Но, тем не менее, я сейчас секундочку добавлю, как раз по oil refineries и по нефтеперебращивающим заводам, а в частности и нефтебазам, которые уже некоторые полыхают по 14 дней к ряду, потому что резервуары один за другим взрываются, мы особо не спрашиваем разрешение цабить, потому что мы бьем нашими дальнобойными дронами. Это наше полное законное право. И действительно, у меня тоже не остается никаких вообще соображений и пониманий, почему не дадут наше добро, особенно когда видят, как убивают наших мирных граждан, без конца и без края в Харькове, 14-летних детей и меньше, художницу 18-летнюю. Неужели, видя это все, не хочется администрации Байдена оставить след в памяти решительный и такой, который готов противостоять всемирному злу, Юрий? Я думаю, что мы до конца не знаем, на самом деле, что сейчас происходит за кулисами и чем занимается администрация, насколько она участвует в помощи Украине в смысле разведки, в различии с тем, насколько она могла бы участвовать. Но мне кажется, здесь важно, во-первых, отметить тот факт, что мы рассматриваем всю эту ситуацию в абсолютно правильном ракурсе. Мы признаем, что Трамп это не решение никоим образом, и мы пытаемся понять, что можно сделать для того, чтобы политика Соединенных Штатов в отношении Украины стала более смелой и, естественно, с пониманием того, что эта политика придет, в общем-то, от одной партии. И я не знаю, знаете, я смотрю, вот Риэль говорит про цифры, что нельзя точно посчитать, но я просто думаю, что есть же официальное заявление, когда говорится, что мы передали Украине опять новый пакет помощи. И вот я пытаюсь на вскидку вспомнить, сколько там было миллиардов с тех пор, как 60 миллиардов выделили. Конечно, не вся сумма, но мне кажется, наверное, от пяти до, возможно, десяти миллиардов. И это рассчитано ведь на какое-то же время, потому что если сейчас все это потратить, а тогда что делать дальше? Опять ставить перед Конгрессом запрос на 60 миллиардов или как? Поэтому я думаю, что тут есть желание, чтобы следующий запрос был уже как минимум после выборов, а возможно после следующей, значит, в следующем Конгрессе, следующий президент и так далее, следующий созыв, где это, возможно, будет намного проще получить деньги для Украины. А сейчас нужно, чтобы эти деньги еще продержались до того момента. Мы просто не знаем всех тех возможных забот, которые рассматриваются. Но то, что Украина, но то, что сейчас, вот когда Россия наносит, нанесла еще один варварский удар по Харькову, в этот момент Соединенные Штаты еще больше поддерживают все то, что делает Украина, особенно своими силами, и еще меньше заботит их, мне кажется, о том потенциальном влиянии на любой рынок, энергоносители, который это может нести. Потому что мы отказываемся от российского добра. Вот, ну, не нужно оно, и все меньше Европе уж точно не нужно Соединенным Штатам. Поэтому мне кажется, что вот этот ракурс имеет на фоне российского варварства все уменьшающееся значение, и поэтому поддержка Украины и всего того, что Украина сейчас делает уж точно своими силами, намного более безгранична, чем она могла бы быть, если бы Россия не делала того, что Россия делает. Вот, извините, я быстро хочу, ну, лишь сказать про цену, про то, что вот мы говорим, что мы даем какую-то цену, вот сколько-то танков и так далее. А сколько стоит танк? Сколько стоит М1 Абрамс 30-летней давности? Вот мы говорим, что он стоит, ну, я не знаю, сколько, миллионов или так далее. А почему он стоит столько-то миллионов? А почему он не стоит, скажем, тысячу долларов? Сто долларов? В реальности мы не с... Эти танки, они... Тут нет уже рынок на эти танки, нет рынок на ракеты и так далее. Есть масса желающих. Мы наши заказы переправляем в Украину вместо того, чтобы продать их другим. Это... Не-не-не, это специфические вещи. Это... 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 Это 155... 155 этих артиллерий, раунды. Это не танки. Наши М1 Абрамс 30-летней давности, да никто их не хочет. Они сидят у нас на западе, там, это в пустыне, и некуда деваться. Более того, мы кому-то иногда платим, чтобы они просто их взрывали, разрушали и так далее, чтобы никто не мог использовать их на части. Значит, тут открытый вопрос. А почему, вот когда мы говорим, что что-то стоит столько-то денег? Это... Это... Система совсем другая, чем большинство людей понимает. Вот большинство американцев... Ну, прошу, Бурей, объясните вот как раз вот эту часть, потому что вы... Это что? Это злой Байден или это злой Deep State? Что это? Это... Это... Я думаю, что это бюрократия. Это... Я не думаю, что это злой Байден или это злой Deep State. Я думаю, что это, к сожалению, бюрократия. Но вот как система работает. Смотри, когда мы говорим, что мы даем миллиард долларов оружия Украине. Украине. В реальности, что мы делаем? Эти миллиард долларов, это... Это не стоимость тех оружий, которые мы даем Украине. Это стоимость новых оружий для Соединенных Штатов, чтобы переменить, чтобы новые взять и... Чтобы у нас были эти... Изменить старые на новые. Да, спасибо. Спасибо, да. Изменить старые на новые. Значит, это стоимость новых оружий. Старые оружия уже у нас лежат 30 с чем-то лет. Они стоят, конечно, намного меньше, чем то, что вот мы эти новые даем. Но более того, так как нет открытого рынка на этих старые оружия, мы даже не знаем, сколько в реальности они стоят. Значит, вот я несколько раз, я проверялся, я проверялся с серьезными людьми из армии, включая Ходжиза. Я спросил, а почему это должно стоить столько-то, а не какая-то другая цифра? И ответа нету. Это вот мы имеем полное право... Потому что я думаю, это вопрос все-таки себестоимости. Сколько стоит заменить такую штучку? Вот. Вот как раз абсолютно. Это вот в этом и проблема. Значит, когда мы поговорим американскому народу, что мы даем Украине миллиард долларов, в реальности мы не даем Украине миллиард долларов. Мы себе даем миллиард долларов, чтобы купить новое оружие для себя. А Украине мы даем старое оружие, которое даже не всегда работает, честно. И это совсем нехорошо для... Вот с точки зрения пиар в Америке, вот большинство американцев думают, что мы просто вам даем сколько-то миллиардов долларов. Когда в реальности мы вам даем какую-то, ну, 30% из этого. А остальные деньги это для нас. Это для новых... Это чтобы покупать новое оружие для американцев. И большинство... Я думаю, что большинство американцев это не понимают. Более того, я могу даже... Я с уверенностью могу сказать, что большинство мира это не понимают. Потому что когда мы работали вместе с бывшим премьер-министром Англии Лиз Трасс, чтобы она приехала в Соединенные Штаты и убеждала республиканцев поддерживать Украину, она этого не понимала, она этого не знала. И я понимаю, почему. Значит, мы ей объясняли вот четко, как работает американский procurement процесс. И как вот они рассуждают вот эти все цифры. И вот это тоже, это большая проблема. Но это, понимаете, тут есть, бывают такие хорошие моменты, когда нашлось несколько миллиардов, которые думали, не было, потому что смотрели на цены сегодняшнего дня, нужно было смотреть на цены вчерашнего дня. То есть вот такие бюрократические моменты в демократиях бывают? Бывают. А вот мы сейчас в состоянии войны. И, значит, это ответственность нашей администрации изменить эти бюрократические процессы. Я не думаю, что тут Байден то, что он злой или плохой или так далее. Но я думаю, что тут недостаточно креативности нашего правительства. Я думаю, что они все еще продолжают, вот как на английском говорится... Им это и вещи в голову не пришло, что танк стоит 5 долларов. Надо кому-то сказать. Новый, это старый танк, 5 долларов. Все, отдавай. В чем же проблема? 507 тысяч долларов приблизительно стоит 1 М1 Абрамс. Ну а как же что знают и избиратели, и, возможно, и не только, и представители других стран? Если, например, в новом свежем интервью Камала Харрис и Дима Уолтса, которые баллотируются от демократов уже официально в президенты Соединенных Штатов Америки, не в Камала Харрис президенты, а Уолтс вице-президенты, даже не спросили журналисты СНН об Украине. А почему, Уриэль? Потому что это был первый и пока еще единственное интервью в вайс-президенте Камала и ее running mate Уолтса. И, значит, у них были другие приоритеты. На сегодняшний день в Америке политически все обсуждают Израиль. И, в общем-то, наши выборы редко обсуждают внешнюю политику. Значит, они не будут обсуждать все, что случается вокруг мира. Они сконцентрировались тогда, когда они решили спросить вопрос про внешнюю политику. Они спросили про Израиль, про газу. И они не спрашивали про другие вещи. Значит, это меня очень не удивило, честно говоря, то, что ее не спрашивали про Украину, потому что, ну, сейчас первое про Украину публично сравнительно мало говорят. Вот, опять же, до этого прямого эфира я даже посмотрел, пошел на СНН и посмотрел на все статьи. И про Украину я там была, может быть, одна или две статьи максимум. Плохо. Очень мало на СССР идет насчет Украины. А насчет Израиля идет, хоть это же тоже внешняя политика, а не внутренняя. Почему так происходит? И как нам вернуть эту сферу внимания, Юрий? Смотрите, вот это действительно очень интересный момент, потому что я только как бы добавлю к тому, что я и сказал, потому что действительно первое интервью, вот все, что... Да, но Израиль и Газа являются моментом несогласия в американской политической сфере именно у демократов. И это те люди, которые для Камала Харрис и для Тима Уоллза считаются, являются ключевой частью, кого нужно вернуть обратно к себе в стан, потому что те, кто за газу, они, в принципе, всегда были демократами, но сейчас они считают, что Камала Харрис, это то же самое, что Джо Байден, а Джо Байден, он против Палестины, и они, значит, против всех их, они не пойдут за Трампа голосовать, но они будут сидеть на диване, могут остаться. Они являются ключевой частью электората, который еще можно вернуть обратно, сказать по этому про Израиль, тема обсуждается, издается вопрос и так далее. А по поводу Украины есть согласие у демократов полное, есть только несогласие с точки зрения республиканцев. Если их спросить про Украину, то там такое можно услышать от Трампа, что даже страшно, что спрашивал. Он Курск начинает говорить, что Курск только приближает третью мировую войну, ой-ой-ой-ой-ой. В общем, поэтому разные вопросы разным людям. Трампа нужно про Украину спрашивать больше. А сейчас, учитывая, что это первое интервью, это малое количество времени, после этого будут другие интервью. Но для демократов более важно сейчас политически что-то делать по поводу темы Израиля и Палестины, в отличие от Украины, которую демократы просто поддерживают. Ну, эти же темы связаны, Уриэль, да. Что, извините? Ну, эти же темы связаны, по крайней мере, наши политологи, публицисты. И мы понимаем, что эти все войны, это не просто так. И такие террористические, как группировки, так и государства ведут их и одновременно рассчитывают на безнаказанность, на то, что их не будут останавливать. Абсолютно. Абсолютно эти две войны связаны. И, к сожалению, средний американец это абсолютно не понимает. Да я бы сказал даже, что в среднем политик американский этого вряд ли понимает. И точно среди республиканцев это не понимают. Но я думаю, что и среди демократов тоже редко понимают. Демократы готовы, слава богу, демократы готовы поддерживать Украину. Но они колебаются немножко насчет поддержки Израиля. Вот как раз по той причине, которой Юрий сейчас рассказал, что вот среди демократической базы есть те, которые говорят, что не надо Израиля поддерживать, Израиль делает геноцид и так далее. Я не буду сейчас спорить, что это, честно, как я считаю, абсолютно никакой не геноцид. Это просто бред. Но неважно. Мы сейчас про это не говорим. Вопрос, почему они не говорят про то, что эти вещи связаны, а потому что это немножко сложно понять. Все-таки, да, работа журналистов и работа политиков – это объяснить публике то, что диктаторы сотрудничают, то, что они друг друга поддерживают. Хамас после 7 октября, Хамас, я не помню, либо немедленно, либо за несколько недель, они же пошли в Москву, они встречались с Путиным, они были в Цехране, в Иране, они встречались с Айатолой. А вот это, они же все связаны. Хамас поддерживает Россию. Да у меня и сомнения нет, что без поддержки России 7 октября бы никогда не случилось. И значит, конечно, это связано. Ну, учитывая, что это, понимаете, я согласен, просто могу сказать, что, мне кажется, объяснение для рядового американца должно начинаться с того, что 7 октября – это день рождения Путина. А. Да. Ну да, такой подарочек. Это хороший пункт. Потому что тогда как-то связь начинает быстро, намного проще просматриваться. Хотя вы абсолютно правы. Просто вот такой панк, да. Я еще немножко прибавлю. Да, пожалуйста. Журналисты, Юрий, вы абсолютно правы, что журналисты должны спрашивать республиканцев про Украину, ну и это логично, что они спрашивают демократов про Израиль. Но работа журналистов – это не только дело то, что политически, скажем, выгодно или политически controversial, да, то, что вот где есть какое-то несогласие. Они должны дальше продвигать и напрягать даже демократов, потому что, да, с одной стороны демократы более или менее соглашаются друг с другом, что надо поддерживать Украину. Но, похоже, тут нету согласия, как поддерживать Украину. Я вот напоминаю зрителей, что когда мы, когда наш Конгресс провел это, ну проголосовал за этот законопроект поддержки Украины, он еще заставлял там в этом законопроекте был момент, где они заставляли правительство сказать до конца июня, она, правительство обязано дать какой-то стратегический план для победы в Украине. Это была часть этого законопроекта, и уже начало сентября, и этот план не существует. Я этого плана не видел, правительство не объявляло. И вот в этом и проблема. Значит, вот тут с этой точки зрения журналисты должны пушить и демократов. Они должны спрашивать, ладно, вы поддерживаете Украину, и вы говорите, что вы поддерживаете Украину до конца. Так до какого конца? Чем это может закончиться? Да, достаточно. Ну, я бы сказал, мне кажется, на самом деле ответ на этот вопрос очень простой, потому что Байден сказал до победы. Победа – это восстановление границ. Но это, мне кажется, слегка… Все равно это уход от ответа. Потому что если вот так давать помощь, как говорят некоторые политологи, по чайной ложечке, то сколько Украина продержится, если будет поступать помощь, очень долго перемоги ждать. Я сам, видите, вот не дождался перемоги, решил съездить в Украину. А украинцы живут в Украине, и им очень-очень тяжело. И вот донести этот момент, что, конечно, вот до победы это хорошо, но сколько вот мы собираемся вот ждать эту победу, вот мне кажется, это очень важно сейчас занести, потому что я согласен с Уриэлем. Демократы за, но вот это за может быть очень размывчатое. План победы, раз уж он пока очень размывчат, и для демократов и не только повезем мы в сентябре в Соединенные Штаты Америки уже на другом уровне, на уровне президента Украины Владимира Зеленского, на полях Генассамблеи ООН планирует он встретиться с нынешними еще пока американскими руководствами, представить этот план. А возможно здесь уже сойдутся пункты не только, которые будут в нем, а как раз и методология его достижения на практике, как считаете, Уриэль? Ну, мы увидим. Это, конечно, мы должны, чтобы сделать какой-то такой план, мы должны работать очень близко с Украиной и близко с Зеленским. И опять же, до сих пор, то что вот для меня очень интересно, самые важные успехи, которые вот вы сделали вот недавно вот в Курске, вы как раз сделали без Соединенных Штатов с точки зрения без, не то что без нашей поддержки, не обсуждая это с нами. Вы прошли в Курске, и потом, когда это уже было сделано, вы это представили Вашингтону как фейт окомпли. И из-за этого у Байдена выбора не было, кроме того, чтобы сказать, что он поддерживает то, что вы сделали в Курске. Значит, чтобы, я думаю, чтобы приближаться к какому-то такому стратегическому плану, а вот как раз то, что вот вы делаете на поле битвы, будет очень важно. И это с двух сторон. Значит, с одной стороны, это тогда, когда в Харкеве наконец-то было очевидно, даже для Вашингтона, что просто выбора нет, и что вы можете Харкев проиграть, если мы вам не позволим ударять по русской территории, что вы просто можете Харкев проиграть, и вот спасибо этому, наконец-то, мы вам позволили это делать. И с другой стороны, когда вы выигрываете, вот как в Курске, то это то же самое, то мы видим, что вы продвигаетесь, и Америка вынуждена вам больше помогать, вам больше разрешать, потому что мы не можем выглядеть, чтобы вот там есть какие-то разногласия между нами. И вот с этой точки зрения, вот то, что я думаю, что мы с Юрием оба надеемся, это то, что если вот продолжится успех в Курске, то что у администрации не будет выбора, кроме как наконец-то выступить и сделать какой-то план, где вот эта русская территория вернется русским, а украинская территория вернется Украине. И вот тут это очень важно понять, что цель Курска, цель всего того, что случается, в общем, это чтобы улучшить украинскую позицию, когда в конце концов будут какие-то переговоры, что-то будет. И тогда... Да, мне кажется, что самое здесь замечательное в том, что вы сказали, и то, что я вас услышал, ведь инициатива реально на самом деле у Украины, потому что если у Украины большие проблемы, то у США нет выбора, мы должны помочь. А если у Украины большие успехи, то у нас нет выбора, мы должны помочь, поддержать. А в результате выглядит, как будто все зависит от Украины. Это, знаете, это действительно очень важная мысль, потому что есть такой вот, как бы, такой, ну, волна, что все зависит от Соединенных Штатов. А то, что вы сейчас описываете, я с вами согласен, зависит все от Украины. Ну, и конечно, я считаю, что, посмотри, эта ситуация была бы совсем другая, если бы в Вашингтоне было бы настоящее лидерство, если бы был бы Роналд Рейген в Белом доме, или JFK, или вот такие вот настоящие лидеры, то ситуация была бы совсем другая. И потому что, или Труман, если бы был бы, но вот если бы такие лидеры были бы, то я бы этого не сказал. Тогда бы Америка бы взяла свою роль как лидер серьезный, и она бы сделала все, что нужно, чтобы украинцы бы дальше не погибали бы, и чтобы мы не выдавали помощь, как вот, Юрий, как вы сказали, чайными ложками. А вот мы бы вам дали все сразу. Простите, я только цитировал Андрея Андреевича Пианковского. Кстати говоря, это же нам дают, как в аптеке в день починая ложки, Борис Джонсон говорил в свое время и писал статье для ЗД Эли Миру. Ну вот. И если бы был бы настоящий лидер, и мы бы давали бы помощь не так, а вот так, как можно, то, конечно, ситуация была бы лучше, и тогда вы бы, может быть, уже, честно говоря, выиграли бы, если бы мы все сразу дали. Вот мы вам дали 6 F-16. Все, похоже, уже один F-16 потеряли, но это неудивительно, честно говоря, это трагически, но это неудивительно бывает. Но мы вам дали всего лишь 6. У нас на Западе, в пустыне, стоят, ну, я не знаю, несколько сотен F-16 просто стоят, которые мы уже не пользуем, потому что для нас они слишком старые. И до сих пор мы ничего вам не передаем из этих. И это просто, ну, нелогично мне. И, значит, из-за того, что мы этого не делаем, то да, тогда мы с Юрием вот тут абсолютно согласны, что из-за того, что нету достаточно сильного лидера, то, к сожалению, зависит от вас, зависит от Украины, потому что чем больше у вас будет успеха, тем больше мы будем вынуждены вам помогать. Я только не сказал к сожалению, но простите, Юрия, а если вот ваше мнение, мне интересно, один самолет потерян, F-16, как вы считаете, Соединенные Штаты будут после этого больше мотивированы передать Украине много F-16? Или как это может отразиться? Конечно, должны больше. Это же не по нашей вине, это война, война, всякое бывает. 250 воздушных целей были запущены по нам в ночь на 26 августа. И если бы эти самолеты пришли не к концу третьего года войны, а, возможно, к началу, то и не в размере шести штук, то, конечно же, было бы не такой эффект и результат. Я, Ирина, я, с одной стороны, я абсолютно с вами согласен. Конечно, логически так должно быть. К сожалению, я не знаю, будет ли это результат. Потому что я помню, в начале войны, где-то полгода спустя, мы были на брифинге, где делал брифинг один из самых высоких лидеров Пентагона. Не надо говорить, кто, но один из самых высоких. И вот он как раз говорил, что вот мы не будем вам давать больше самолетов, мы не хотим вам давать больше самолетов, потому что вы не используете те самолеты, которые у вас уже есть. И это просто логика была такая дурацкая логика, конечно, потому что вы не используете все ваши самолеты, потому что вы боитесь, 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 вы боитесь потерять из этих самолетов. Вы не можете слишком много терять. И, значит, конечно, вы будете использовать медленно, осторожно очень, потому что результат в том, что если у вас есть очень мало самолетов, то потеря какого-либо самолета – это катастрофа. И Америка – мы теряем самолеты всегда, даже без войны мы теряем самолеты. Недавно, несколько месяцев тому назад, мы потеряли F-35, и это уже не F-16. И это просто была какая-то практика, и самолет был потерян. Значит, то, что вы потеряли F-16, это абсолютно неудивительно. Я надеюсь, что это может наоборот уговаривать вам давать больше, но я думаю, что на сию секунду это будет... Я думаю, что это, к сожалению, не будет этого делать. Я думаю, наоборот, это немножко может испугать союзников, но я думаю, как только, и вот тут это очень важно, я надеюсь, что ваши СМИ это делают, вам надо опубликовывать выигрыши ваших новых F-16. Вот как только F-16 стреляет, ударяет по какой-то ракете, спасает какой-то город, или, может быть, когда-то ударит по какому-то русскому самолету или что-то такое, это надо опубликовать везде, чтобы все понимали, видели способности этих F-16 и поняли, что если вам дать не 6 F-16, а 48, так как вам обещали, то это как раз может иметь какой-то результат, это может изменить курс этой войны. Юрий, а полагаете, потери F-16, потому что эта война могла бы демотивировать наоборотных союзников, давать нам больше их? Я просто рассуждаю с точки зрения вот этого прокюрмента, который Уриэль так упомянул, в смысле если вот у нас бюджет, и по бюджету мы вам дали, а вы вот так израсходовали, может быть, у вас недостаточно пилотов, может быть, вы недостаточно вас подготовили, может быть, это наша вина, вы не готовы, нам надо, надо проработать что-то, еще мы должны доделать, чтобы этого не повторялось. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах после любой космической катастрофы, после этого космическая программа замирает на годы, поэтому так важно, чтобы в каком-то смысле не было проблем, но с другой стороны, конечно, это война, конечно, это будет происходить, и эти самолеты, они не тракторы, они самолеты, которые используются на войне, поэтому планировщики должны принять это во внимание, и, наверное, тут все-таки есть какой-то момент процента, и будем надеяться, что таких будет очень мало, и да, нужно говорить об успехах, в тумане войны, я не знаю, насколько это возможно, я думаю, что разведка на самом деле, знаете, мы можем, вы можете обо всем говорить, но разведка со спутников сидит и знает, чего эти самолеты добиваются, чего они, как они решают ситуацию, как они меняют ситуацию, и я думаю, что вот эта информация доставляется тем, от кого зависит принятие таких решений, и будем надеяться, что это был такой единичный эпизод в долгом, прекрасном, послужном списке того, что украинские пилоты делают с F-16. И мы там отсюда... Юрий, одну вещь просто поправлю быстро, скажу, потому что меня напрягает то, что эти самолеты, это да, мы, Америка сделала эти самолеты, это американские самолеты, но те самолеты, которые вот в Украине сейчас, это не из Америки, а те самолеты, вот эти 48, про которых я говорил, это из Европы, значит, тут почему эти самолеты еще так медленно проходили в Украину, потому что Америка останавливала наших европейских союзников передавать эти самолеты. Мы им не позволяли, мы не давали permission. И вот тут это напрягает, потому что это даже не наши самолеты, которые у нас вот несколько сотен там лежат и ничего не делают, а это даже Европе мы не позволяем. Но понимаете, что это стандартная ситуация с оружием, потому что Южная Корея не хотела, чтобы их оружие было использовано, поэтому они должны были продавать это через вторые и третьи руки, потому правила с оружием, видимо, есть везде. Видимо. Но будем надеяться, что действительно вот такие успехи будут мотивировать больше. Хотя, с другой стороны, о чем мы уже говорили, когда мы бьем по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, то это вообще скорее отпугивает, чем мотивирует. Как-то иногда непонятно, в какой уже плоскости действовать, чтобы побыстрее увидеть решение. Юрий, почему так? Знаете, такой глубокий философский вопрос, где у Путина яйца? Ну, ищем, но, как говорит Роман Сымбалюк, надо пробовать. Не хотелось бы, конечно. Это хороший вопрос. Не хотелось бы, да, еще более философский вопрос, но они их периодически пытаются показать, что они у них еще остались. Вот пока Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, то ли скорее жив, чем мертв, то ли скорее мертв, чем жив, такой Лавров Шрёдингера, говорит его заместитель в это время Сережа Рябков. И опять он сегодня говорит, что ядерная доктрина будет пересмотрена в связи с вражескими действиями Запада и СВО, которое, как они называют войну, продолжается на территории Украины. Это опять пустой блеф или что-то здесь стоит глубже, как раз и на фоне того, что наша делегация сейчас в Соединенных Штатах и в сентябре состоится и визит президента Украины Владимира Зеленского. Что видите вы, Уриэль? Я как-то вот вчера я был у моей подруги, вот мы были там с друзьями, выступали там вот сын какого-то из наших друзей, ему 9 лет или 10 лет, и они в школе учат, что такое дезинформация. Вот он нам объяснял, вот как они объясняли, что такое дезинформация, как ее найти, как понять и так далее. А мой ответ, я потом с мальчиком говорил, я так полушутливо говорю, что очень легко понять, что такое дезинформация. Все то, что идет из России, это дезинформация. Все, вот что такое дезинформация. Значит, то, что Лавров говорит, то, что он не говорит, это, честно говоря, мне почти наплевать. Конечно, я слежу за тем, что Путин говорит за тем, что Лавров говорит и что выходит из Кремля, но мы ничему не должны верить. Это вот, что такое дезинформация, все из Москвы, все-все-все, что идет из Москвы, это дезинформация. Вот, когда Франция арестовала Дурова, это CEO Телеграма, и там были вопросы, а это проблемы со свободой словом, не проблема, и так далее. Как только Кремль и вот все из Кремля выступили в поддержку Дурова, все, я немедленно понял, что это означает, что то, что его арестовали, это был правильный путь. Если Кремль его поддерживает, это означает, что он в чем-то виноват. Еще непонятно в чем, но в чем-то виноват. Значит, тут что в Лавров говорит или не говорит, да, честно говоря, может быть, что-то будет, может быть, что-то не будет, но, как мы видим, слова Кремля ничего не стоят. Яйца выеденного даже, да, Юрий? Ну, да, так, да, скорлупа, скорлупа. Понимаете, действительно, вот это такая странная проблема для журналистов, когда, с одной стороны, нужно сказать, вот одни люди говорят, земля круглая, а другие люди говорят, земля плоская, и вот есть разные люди, но можно признать, что земля круглая. И когда Лавров выступает, когда Захарова выступает, когда вся эта команда их цитирует, цитирует, но это не воспринимается серьезно. Знаете, у Саддама Хусейна был тоже министр информации, пока войска шли на Багдад, его называли Багдад-боб. Он, значит, выходил и говорил, все прекрасно, в Багдаде все спокойно. Ну, а потом его не стало, потом он растворился. Так что, вот также интересно, что будет, где будут искать Лаврова после того, как, ну, я не знаю, вся эта ситуация развивается очень печально для России, ведь подумать об этом, они, вся эта ядерная угроза как-то очень быстро испаряется, потому что украинские войска в Курске доказывают, что вообще, ну, ну, где же эта красная линия? Вот, ну, хотелось бы шахтерам ее откопать, но вот слова, 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 слова. И это, надеюсь, что это подействует действительно, в конце концов, на политиков в США, в Вашингтоне, в Белом доме и в Капитолии, ну, на данный момент в Белом доме, чтобы они подумали об этом. А тот факт, что Украину сейчас не упоминают в американских выборах, честно говоря, я на самом деле только рад, потому что мне кажется, что политизировать тему Украины не нужно, и, в общем-то, большинство людей не хотят этого делать. Так что сейчас просто уже важно просто собрать всех тех, кто будет голосовать, привести их на выборы и обеспечить еще 4-8 лет какой-то политической стабильности, в которой мы можем обсуждать, насколько вот где же, когда Россия лопнет, потому что она может лопнуть в любой момент, она может лопнуть, вот и хорошо, что мы это в прямом эфире ведем, потому что она может лопнуть сейчас, она может лопнуть через год, но она лопнет, потому что это мешок, наполненный вонючим составляющим, эти тухлые яйца. Так что надо просто нам в Соединенных Штатах выполнять нашу задачу и в каком-то смысле развивать у американцев понимание, насколько, какую большую ответственность мы несем, несмотря на то, что инициатива Украины без американских избирателей это тоже не работает. Да, Уриэль, хотите что-то добавить? Да, я немножко добавлю. Россия, конечно, лопнет, но когда-то, но я не думаю, что мы должны слишком оптимистично на это смотреть, потому что, к сожалению, Россия на сию секунду пока еще все-таки стабильная. Может быть, это изменится, я надеюсь, конечно, что это изменится скорее, чем позже, но я считаю, что мы не должны быть слишком на этот счет оптимистичны. Мы должны делать то, что вот мы должны делать, чтобы это случилось. Это само собой не случится. Вот как мы всегда, вот и в Ордьяме, мы всегда говорим, свобода для Украины, это только сумеет, это только будет после выигрыша, свобода для России только может случиться после выигрыша для Украины. Прекрасная Россия будущего, это победа Украины. Ну вот. И я хочу еще одну вещь сказать, что вот как мы все понимаем, политики делают то, что вот как их давят делать. Значит, с одной стороны, Юрий, я думаю, что я с вами согласен, что может быть, это и к лучшему, что в этих выборах не слишком обсуждают Украину, чтобы не слишком политизировать. Но с другой стороны, меня немножко тревожит, что политики, возможно, что администрация, возможно, не чувствует слишком много давления на этот счет. И что вот как раз, может быть, без этого давления может быть, ничего и не изменится. Вот с другой стороны, значит, я как-то вот все всегда думаю, вот как увеличить давление на американское правительство, чтобы они делали то, что надо делать. Да, это хороший вопрос. И как его увеличить? Знаете, просто на самом деле, чтобы люди, которые вас слушают, которые живут в Соединенных Штатах, писали, например, письма в свои собственные местные газеты. Потому что вот такого типа давления, вот так растет давление. Потому что, если, я не знаю, мостик сломался, дорога сломалась, как мы об этом узнаем? Политику кто-то об этом пишет, звонит в офис. И есть организации, которые продолжают работать над таким давлением над американскими политиками, над американским обществом. Но вот то, чем мы сейчас занимаемся, у вас есть зрители и слушатели в Соединенных Штатах, которые могут просто вот напечатать письмо. Хоть искусственный интеллект затребует, что он написал письмо местному политику в местную газету и сказали, что я вот здесь живу, и меня волнует Украина. И я прибавил бы, что еще по работе с организациями, которые над этим работают. Я не только говорю про нашу организацию Renewed Democracy Initiative, там есть и полно других тоже разом. И другие, которые как раз над этими работают, которые делают адвокации, которые стараются убедить наших лидеров, что вот они должны что-то делать, чтобы они прибавляли давление к этому. И вот они идут, и они лоббируют. Мы не лоббируем. Орди они лоббируют, и другие организации, которые, да, лоббируют в Вашингтоне. Но не надо только лоббировать. Можно, как Юрий говорил, вот это работать с людьми, чтобы писать письма в местные газеты, или чтобы писать письма своему конгрессмену или сенатору, и так далее. И это вот все могут делать. И вот что вот как раз мы и должны делать. Мы должны, чтобы они от нас слышали, чтобы они не забыли, что существуют люди, которые верят в победу Украине. И вот там есть много таких людей. Первое, в Америке живут несколько миллионов украинцев и еще несколько миллионов русских. И вот те русские, которые живут в Америке, они, я надеюсь, что большинство из них понимают, что, опять же, свобода России, это только возможно после победы Украины. И значит, тут как раз мы все должны быть объединены в поддержку Украине и вот как раз прибавлять к этому давлению. И значит, тут есть организации, которые над этим работают, которые организуют. Там есть просто местные жители, которые могут это делать и без организации, и просто сами писать или звонить. Очень важно отделить, мне кажется, в таком посыле для людей идею президента или человека Камала Харрис, Дональда Трампа от поддержки Украины. Смысл не в том, чтобы надо выбрать Трампа, потому что он поможет Украине, или надо выбрать Камалу Харрис, потому что она поможет Украине. А нужно помогать Украине, потому что это важно для Соединенных Штатов Америки. Вот как бы отделить, насколько это возможно в своем понимании, потому что тогда, мне кажется, легче достучаться до большего количества людей. Абсолютно. Я на 100% с этим согласен. Там надо создать для Украины то, что уже существует, скажем, связанное с Израилем. Вот связанное с Израилем есть такая организация в Америке по названию APAC, American Israel Public Affairs Committee. Они сейчас, я бы сказал, может быть, не совсем те, которые никогда там были, но они все еще мощные, все еще есть влияние. И вот надо создать что-то сравнимое для Украины, чтобы поддерживали отношения между Штатами и с Украиной как раз потому, что это в наших интересах. Вот ключевой пункт, вот то, что Юрий сейчас сказал, то, что APAC понимает, то, что мы это не делаем просто так, потому что мы такие добрые, хорошие люди, потому что мы хотим помочь каким-то иностранцам вот в этот раз в Украине. Нет. Мы это делаем, потому что это в интересах Соединенных Штатов. Мы это делаем, потому что это выгодно для нас. Вот что мы должны объяснять, и вот что средний американец должен понимать, что это в их личных интересах поддерживать Украину. У нас не так много времени остается, буквально пять минут, но не можем не обсудить. Джек Саллиман ездил в Китай, так кажется, что немного не солоно хлебавший. А Китай просто ждет тоже результата выборов, которые мы увидим в ноябре или готовиться к чему-то, как уже не конкуренция, конфронтации с Соединенными Штатами? Или это просто, в принципе, был визит, который на какие-то синаглобальные изменения и не был рассчитан изначально, Юрий? Мне это видится как определенный визит, который важно было сделать. Страна, которая является одним из полюсов в сегодняшнем мире. И в такой ситуации, когда в Соединенных Штатах идет большая перемена, и мы видим, что Байден, у которого долгие и длинные отношения с Си Цзиньпином, они там измеряют свои общения в более ста часов и так далее. Что для такого человека важно, я думаю, подтверждение того, что Соединенные Штаты, какая будет политика, что будет в следующие несколько месяцев, какие планы на будущее, что происходит, нужен апдейт. И не говоря уже о том, что Байден и Си Цзиньпин еще встретятся раз или два, как части разных больших встреч международных, которые пройдут за следующие несколько месяцев. Поэтому здесь, мне кажется, это просто продлением той политики, которой придерживается администрации Байдена, не прятаться от Китая, не говорить, мы вам покажем, а общаться с ними, разговаривать с ними и при этом говорить о разных проблемах. Я уверен, что поскольку политика Соединенных Штатов это не слово об Украине без Украины, что вот эта тема не обсуждалась. Но с другой стороны, конечно, Джейк Саловен должен был сказать Си Цзиньпину о том, что Соединенные Штаты очень хотели бы, чтобы Китай прекратил поддержку России и Китай перестал поддерживать преступный российский режим, потому что это плохо для потенциальной экономики Китая и так далее. Ну, как бы в таком ракурсе, я уверен, им было что обсудить. Но я, в принципе, думаю, что это просто поддержка отношений между доверительным человеком президента Соединенных Штатов и диктатором Китайской Народной Республики. Си Цзиньпинь о том, что путинская война ему надоела, как полагаете. Возможно, Штаты могут его убедить в том, что пора заканчивать и поднадавить на Путина? Вряд ли. Потому что вряд ли это слишком. С одной стороны, смотри, Си Цзиньпинь поддерживает победителей. На сию секунду Путин не выглядит как победитель. Мягко говоря. И значит, вряд ли, что все-таки Си Цзиньпинь будет слишком поддерживать Путина. Но с другой стороны, он же понимает, что это как бы в его интересах все-таки, чтобы либо Путин выиграл, либо эта война чем быстрее, тем лучше закончила. Значит, если мы можем убедить Си Цзиньпинга, что Путин не может выиграть, ни в каком случае, что просто выигрыш для Путина абсолютно невозможен, то только тогда, я думаю, Си Цзиньпинь может понять, что все, хватит и пора немножко давить на Путина, закончить эту войну, потому что эта война все-таки невыгодна для экономики Китая. Но до сих пор мы должны понимать, что первое, Китай получает достаточно дешевую нефть, спасибо этой войне, потому что Китай покупает нефть от России, которую вот западный мир уже не покупает, и нефтогаз, и так далее. И вот с другой стороны, все-таки я думаю, что Си Цзиньпинь так немножко думает, может быть, что если Путин все-таки как-то продвинется, у него будет какой-то успех, то может быть это означает, что Китай через год-два-три сумеет подвинуться против Тайваня. И вот тут это огромный риск. Вот я думаю, что если бы Украина бы упала, так как ЦРУ думала, что Украина упадет за 96 часов после нападения России, то я думаю, что вот сегодня Тайвань уже бы не существовал как более-менее суверенная страна. Что Китай просто бы его съел. И это слава Богу, это слава вот, слава украинским героям, как раз, что Тайвань все еще существует как вот суверенное правительство. И самое интересное, это то, что люди в Тайване это понимают. И вот почему тайваньцы выступают в поддержку Украины. Вот я даже, там был очень интересный момент, вот среди экстрим-правых в США, которые, ну, немножко более образованные, которые, ну, которые все-таки поддерживают Трампа, они выступают. И вот такие, как Элбридж Колби говорят, что вот мы должны остановить помощь Украине, потому что мы должны готовиться защищать Тайвань против Китая. Вот это то, что, такие, как Элбридж Колби говорит. А потом, когда Тайвань сам в Тайвань выступил и говорит, нет, нам надо поддерживать Украину, так тогда Элбридж Колби сразу выступил и говорит, а, ну, ладно, если тайваньцы несерьезны про свою самоохрану, то тогда, может быть, Америка и не должна защищать Тайвань. Так мы еще даже понимаем, как вот эти экстрим-правые думают. И вот это один из наших ключевых аргументов, что если люди готовы убежать от Украины, так они убегут и от таких, как Тайвань, и от таких, как Израиль, и так далее. Но, что тут ключевой пункт, что тайваньцы понимают, что их будущее решается не только в Тайване, но еще и в Украине. И, к сожалению, я думаю, что Си Шинпинг тоже это понимает. Вот почему я думаю, что он до сих пор не готов на это слишком давить на Путина. Но если мы его убедим, если Салаван сумеет ему показать, что нет будущего никакого не может быть для него, для путиновских интересов в Киеве, то тогда может быть и это может изменить китайскую логику. И вот я думаю, что как раз на это мы должны рассчитывать. И вот почему я считаю, что Америка должна как раз и увеличивать свою поддержку для Украины. Потому что это будет показывать Китаю, что мы серьезные, что мы не будем убегать от наших союзников, мы не будем их оставлять без помощи. И тогда, может быть, Си Шинпинг изменит и свою логику тоже. Однозначно все в этом мире связано, как мы видим. Спасибо вам большое, друзья, за этот эфир, за ваше разъяснение, позицию и работу. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова